Псалом 32, 18 стих и веке от Иоанна, а то есть веке, что мы, как правило, Видео, что на святое имя Его мы уповали. Интересно, что евреи верят, и у Бога есть определённые 12 имён. Какие это? Иегова, Эль-Шаддай, что такое? Больше, чем достаточно. Бог всемогущий, больше, чем достаточно. То есть когда нужны финансы, они верили, что когда Я получил это как откровение, когда мы призываем имя Бога, Эль Шадай, то есть это деньги, которые приходят, это преуспевание, которое приходит. Эль Шадай, Эль Эльон, Иегова Ире, Иегова Шалом, Рафа, так интересно написал. Иегова Рафа, то есть целитель, Циткену, оправдание, Иегова, то есть вы понимаете, интересно, Иегова Нисис, это наше знамя, Микодеш, Бог освящающий. Интересно, вот эти все 12 имен, они такие сильные. И тут они говорят, евреи говорили еще тогда, это Давид написал, что какое имя они называли, таким Бог им являлся. Но знаете, я просто хочу подпрыгнуть, потому что сейчас вот эти все 12 имен, они в одном имени. И это имя Иисус, это имя Иисус Христос, Аминь, и в этом имени там все, понимаешь, там наше обеспечение. Там наша победа, там любовь, там все, помощь, 12 имен, и мы призываем имя Иисуса, и мы призываем имя Иисуса, то что Он приходит, Он отвечает, Аминь. Аминь, это сильно. Ну знаете, но каждый раз, когда я тут на марафоне, и потом мы в гостинице в Сокосе, и однажды там официантки, которые обслуживают, они спросили, вы что тут делаете? А мы рассказали, что мы тут на телевидении, что вот мы ведем программы, что мы молимся за больных и все остальное. И они поинтересовались, и пастор Сергей, он рассказал там данные, как. И потом, знаете что, они приходят и говорят, это работает. Но даже не работает, они кофе, принесли мне кофе, и говорят, спасибо, я рассчитываться, они говорят, не надо, это такой, ну, наш маленький подарок. Я сказал, откуда? Они говорят, да мы смотрели вчера, и говорят, у нас были проблемы с деньгами, вы, говорит, не представляете, это работает. Там одной позвонили, и она позвонила всем другим людям тут в Питере, и эти люди ожидали этой программы. Я вообще не удивляюсь, что с каждым разом все больше и больше нужд описывается. Ну, кто-то, знаете, религиозный кто-то скажет, слушай, ну вот так сразу, с первого момента, только вы помолились, и люди, им нужно же спасаться, им нужно ходить в церковь, давать десятину и дальше. Да, это все нужно. Но я удивляю, Иисус когда ходил, Он ходил с мытарями и грешниками, что Он делал? Он исцелял их, аллелуйя, Он не только исцелял, Он благословлял, прощал грехи, Он двигался с ними. И когда они принимали Его чудеса, грешнику, который висел на кресте, кучу людей убил, и проблем кучу, Он говорит, ныне со мной будешь свою. Аллелуйя. Есть путь, с которым Бог работает, но я что увидел, что я увидел, что это так просто, спасение так легко, исцеление так легко вообще. Причем, в другой раз, неверующий быстрее получает, чем тот, который 15 лет верит, и которого загрузили всяким непотребным грузом. Но неверующий не знает, что это трудно будет. Да, как шмель, который летает, потому что он не знает. Верующий, ему надо верить. И теперь смотрите, о чем, о чем, о чем, о чем мы хотим, о чем, о чем мы хотим молиться. Я хочу молиться, я прочитал там нужды, и там столько много, люди просят работы, у людей проблема, денежная проблема, у людей нет денег, у людей нет работы, нет денег, трудности, проблемы. Вы знаете, удивительно, мы молимся, через себя были ответы, люди получили дом. Просто мы согласились, помолились, они получили дом. Я не получил дома, они получили дом. Аллелуйя. Разве это плохо? Это очень хорошо. Это хорошо. Знаешь, еще такая вещь, мы призываем имя Иисуса. Имя Иисуса, оно работает во всех сферах. Аллелуйя. И прямо сейчас я хочу молиться. Во имя Иисуса все денежные проблемы. Изволь наших друзей, людей, которые смотрят и слушают. И прямо сейчас, в могущественное имя Иисуса. Аминь, аллелуйя. Потому что Иисус сказал, проповедует лето Господнее благоприятное. Ныне исполнилось мясо все. Прощение всех долгов. Аллелуйя. Лето Господнее. Господь, я знаю, что это год, 2020 этот год, это год провозглашения. И я провозглашаю финансовый прорыв для нашей страны. Во имя Иисуса пусть рубль стабилизируется, пусть он поднимется. Аллелуйя Господь. Я благодарю за твои сверхъестественные чудеса, за ангелов преуспевания, которые двигаются. Мы благословляем свою страну, мы благословляем людей. И во имя Иисуса пусть работы приходят, всякий кризис, финансовый кризис, экономический кризис, пусть уйдет. Для наших людей и те, кто смотрят, те, кто слушают, пусть получат. Во имя Иисуса я запрещаю всяким бандитам и всем остальным, которые атакуют наших людей. Во имя Иисуса. Иисус сказал, он пришел для того, чтобы просить грехи людей своих, но также для своих людей поднять, также своих людей благословить, также своих людей исцелить во имя Иисуса. Аллелуйя. И прямо сейчас мы молимся, финансы двигаются, они приходят. Аллелуйя. Это течет поток, потому что Божья праведность, когда приходит Божья праведность, она приходит также с финансами. Интересно, я шутил перевод, Божья слава, Божья слава, она также движется с чем? Она тяжелая, она сильная, я могу чувствовать, это есть здесь. И эта слава, когда идет, она не идет только, она идет из исцеления, она идет и с праведностью. И знаете, с чем еще? Из финансов. Аллелуйя. Поэтому тут есть вот такой поточек, хороший поточек. Амин, аллелуйя. Подними свою руку и скажи, я принимаю, во имя Иисуса, я принимаю свое финансовое преуспевание, я принимаю финансовый прорыв. Аллелуйя. Есть Божий прорыв, когда Божья река движется, она приносит прорыв. Амин. Мы соглашаемся. Мы соглашаемся. Мы соглашаемся, что прорывы приходят для церквей, для людей, во имя Иисуса, сверхъестественным образом. Аллелуйя. Это 2020 год. Харив от Господа. Финансовый прорыв. Во имя Иисуса. Аллелуйя. И прямо сейчас раковые, раковые больные. Всякий рак уходит. Всякий рак. Я проклинаю тебя. Я приказываю. Убирайся. Засохни. Убий. Во имя Иисуса. О. Сердцем, сердцем. Инфаркт. О. У людей сейчас, у тех, которые прединфарктное состояние. Во имя Иисуса Христа. Сила Духа Святого. Прямо сейчас. Аллелуйя. Она проходит. Сердце. Будь здоров. Во имя Иисуса Христа. Сила Божия. От темени головы. До подошвы пят. Она течет. Аллелуйя. Будь здоров. Будь исцелен. Всякая экзема. Всякая кожа. Заболевание кожи. Во имя Иисуса. Сила Духа Святого. Аллелуйя. Которая исцеляет. Будь здоров. Во имя Иисуса. Всякие вирусы. Там так много было всяких других вирусов. Я не помню их имен. Но я знаю, что имя Иисуса больше. Я приказываю. Да. Всякому вирусу склониться. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Наша победа. Аллелуйя. Через Иисуса Христа. И я приказываю. Убирайся вон. Всякая микроба. Всякая бацилла. Умри. Засохли. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБМ. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Участвуй в благотворительных программах ТБМ.